Всем привет, вы на канале Диффи, на дворе 29 сентября, этот день приносит много прекрасных эмоций. Решил для вас записать новый ролик, в котором я заберу Кадиллак из контракта, поделюсь своим мнением, в целом расскажу как я вижу его, что он будет представлять из себя в игре. Так что с вас обязательно лайкосик, подписочка на канал, также можете оставить свой комментарий, ссылочка на мой телеграм-канал в описании под роликом. Ну а также, если у вас есть желание поддержать канал Монеткой, вы можете стать его спонсором, тоже по ссылочке в описании. Как видите, до окончания контракта остался 1 день и 15 часов, и вот, наконец-таки, настал тот момент, когда я могу забрать Кадиллак. Да, задание, прям все контракты я не успею выполнить, но что имеем, то имеем. Прошлый контракт с Мерседесом я не успел пройти, было очень обидно, но вот Кадиллак я все-таки смогу залутать. В целом, про Кадиллак уже выходило на моем канале, ни один ролик, свои догадки и предположения я уже высказывал. Так что просто вот так вот забираем его, и теперь мы имеем на аккаунте Кадиллак АТС Коуп 2.0. В целом, неплохая купешка, в реальности автомобиль, ну, может быть, чутка получше. Но в целом, мне он очень нравится, да, он какой-то ненасыщенный, может, где-то не прорисован, но все-таки качественный, и я рад его видеть в игре. Думаю, многие будут со мной в этом солидарны. Что ж, давайте посмотрим на его характеристики в стоке. Напомню, это D-класс, задний привод, 6 ступочков в стоке, 167 лошадиных сил на тонну, 256, мощность двигателя, объем двигателя 2 литра, максимальные обороты 8000. Зацеп в стоке 66, масса автомобиля тонны 547 килограммов и лобовое сопротивление 0,29. Что ж, неплохо. Но все же, что он из себя представляет в игре? На этот вопрос я дам ответ чутка попозже. Давайте пока посмотрим, что за доп. детали тут установлены. По двигателю ничего. В турбо есть дополнительная одна турбинка с визгейтом. В подвеске пусто. Выхлоп аналогично. Кузов тоже ничем нас не удивляет. Но давайте посмотрим на обвес. Обвес есть в стоке, в стрите и в спорте. На аккаунте подписчика я уже видел Кадиллак и видел на него обвесы. И скажу вам, что в спорте мне просто датчика очень нравится. Встрите, она выглядит не так уж ярко. Но каждому свое. И вы можете оставить свое мнение в комментах, на каких обвесах вам нравится этот Кадиллак. Или нравится он вам вообще. На этот вопрос, скорее всего, стоит ответить в конце ролика, когда вы уже знаете всю информацию про данный Кадиллак. В целом, давно в игре не появлялось новых американцев. И да, это американец, это Кадиллак от компании General Motors. А точнее, наоборот, компании General Motors принадлежит права доли компании Кадиллак. Но не суть. Мы просто имеем Кадиллак в игре. И многие из вас, скорее всего, получили с контракта. Ведь я настоятельно рекомендовал это сделать. И теперь стоит выяснить. Стоило тратить время на этот контракт, чтобы забрать этот Кадиллак. Но прежде чем я удамся в характеристике, давайте сделаем тестовый заезд, чтобы посмотреть, как он едет. Делаем заезд на 804 метра. Без прогрева резины, без ничего. И просто доталово. Напомню, что у нас 8000 оборотов. И для двухлитрового движка это, в целом, неплохая отсечка. Было бы больше, было бы лучше. Но даже так пойдет. Переключаемся вот в красной зоне, потому что ничего не настроено, ничего не установлено. Так что вот где-то вот тут можно уже переключаться в целом. Будем стараться переключаться вот где-то на одинаковых оборотах. И посмотрим, что из этого выйдет. Пока что мы еще не проехали эту дистанцию. На спидометре уже практически 180. И вот мы пересекли финишную черту. Скорость на финише 176 км в час. Сейчас время, за которое мы проехали дистанцию, 23 секунды, 44 сотые. Это для стока, ну не скажем, что прям вау результат. Но вот что-то средненькое. И вот теперь, когда мы узнали, как идет этот кадиллак. Давайте отправимся в конфигуратор и сравним кадиллак с цивиком. И сделаем какое-то заключение. Но перед конфигуратором давайте заглянем еще в топ. И посмотрим, есть ли сейчас в топе хоть один кадиллак. В стоке, в одиночном, я не вижу ни одного кадиллака. Одни цивики. Давайте заглянем еще в командный. Может тут что-то иначе где-то стоит какой-то кадиллак. Но пока что вот листаю, не вижу ни одного. И да, в топе сейчас кадиллака еще нет. Сделать прямо сейчас вывод того, что кадик не едет в топ, ну не могу. Давайте даже обойдемся без конфигураторов. Просто зайдем в автосалон, что я сейчас и делаю. И покупаем просто хонду цивик. Стоит цивик 350 тысяч монет. Сумма, которую я готов потратить для ролика спокойно. Красим его. Вот почему бы не в оранжевый цвет. Все-таки оси на дворе. И просто выходим и смотрим на два этих автомобиля. Что сразу могу сказать. По весу цивик намного легче. И это дает определенное преимущество. По лобовому сопротивлению он тоже сильно далеко от кадиллака не уходит. И лобовое сопротивление у обоих автомобилев хорошее. По объему двигателя. У кадика объем движка чутка больше. И это дает преимущество. Но тут же опять надо смотреть на обороты. А по оборотам кадик уступает цивику. И тут пока автомобили идут прям вровень. Но стоит обратить внимание еще на то, что на кадике уже установлена турбинка. И если ее снять, то лошадиных сил на тонус станет еще меньше. И на данный момент цивик спокойно уделывает кадиллак. Потому что по весу он его сильно выигрывает. И это огромное преимущество. Но стоит учесть то, что цивик переднеприводный. А кадик заднеприводный. И чтоб цивик стал заднеприводным, на него нужно установить задний привод. А на кадик мы просто накатываем дифференциал. И за счет этого будем иметь больше зацепа. И возможно вот на вот этом зацепе мы как-то и сможем сделать цивик. То есть зацеп может быть что-то и даст. Но это нужно проверять. Для этого нужно прокачивать этот автомобиль. И тогда все станет на свои места. Честно, мне цивик уже надоел. И кадик бы я очень был бы рад видеть в топе. Внешний автомобиль мне больше нравится, неже цивик. Но прям пока что точку не ставлю. Еще свое мнение дорасскажу. Я пока что вот зашел в конфигураторы. И мы сравним сейчас двигатель от кадика с двигателем от Mitsubishi 3000 GT. Это вроде бы сейчас топ двигатель D-класса. Можем еще сравнить этот двигатель с двигателем от цивика. Но тут двигатель кадиллака 100% выиграет двигатель цивика. Мы будем сравнивать с двигателем от Mitsubishi 3000 GT. Ну еще посмотрим на цивик. Вот если сравнивать с цивиком. То цивик для кого-то скорее всего увы дает меньше крутящего момента. Меньше мощности. И соответственно по итогу свапа будет меньше лошадиных сил на тонну. А значит что двигателю от цивика не годится. Двигатель от Mitsubishi 3000 GT. Где он тут находится? Где-то вот здесь должен быть. И вот пока я его ищу. У меня вот лично для меня какая-то интрига появилась. Мне вот самому интересно какой движок лучше. Есть такое ощущение. А вот он. Да. Да. Вот этот двигатель. Что он немножко лучше. Если так смотреть. То по крутящему моменту. Да. Он лучше. А вот по итогу. После свапа лошадок. Он нам даст меньше. Хотя вроде бы объем больше. Оборотов больше. Но мощность самого двигателя не такая уж и большая. Так что в целом двигатель от Caddy лучше. Скорее всего. Даже не скорее. А 100%. Это новый топ двигатель D-класса. Отсюда вопрос где брать двигатель от Caddy. Если Caddy у нас из контракта. В автосалонах его нет. Это для меня честно загадка. Возможно это будут вот избранные. У которых он есть. Они с него снимут двигатель. И сделают свап. После чего встанут в топ D-класса. И их будет просто невозможно скинуть. Из-за того что двигатель будет лучше. Но это чисто мои вот догадки. Возможно Caddy добавят в турнирный автосалон. Может он уже там есть. Я его там не искал. В целом пишите свое мнение в комментах. Что вы об этом думаете. Я же пока что соберу немножко Cadillac. И в процессе сборки. Я скажу вам вот финальное мое мнение. По поводу данного автомобиля. Если говорить про внешку. Внешка мне его нравится. Он неплохо проработан. Не знаю. Лучше он выглядит нежели в реальности. Потому что в реальности данный автомобиль никогда не видел. Если сравнивать с картинкой. То в целом схожие автомобили. И качество модельки хорошее. Говоря за характеристики. Характеристики у Caddy тоже довольно хорошие. И мне кажется. Вот мое мнение того. Что сравниться с Civic'ом. У него есть все шансы. Потому что он будет выигрывать по зацепу. По мощности двигателя. Да он будет немножко тяжелее. Но все же. Его отличное лобовое сопротивление. Будет тоже играть какую-то роль. Так что этот небольшой переизбыток веса. Вряд ли на что-то сильно повлияет. И если будет сильное желание у кого-то. То он прокачает этот Caddy в стоке. По максимуму. Накинет на него нитро. Или же сеты. А может это совместит. И выйдет реальная пушка. Которая 100% будет стоять в топе. В целом. Данный автомобиль я тоже хочу собрать в стоке. Но делать это или нет. Решите вы. Все довольно просто. Набирайте 100 лайков под этим роликом. На следующей неделе выпускаю ролик. Где я прокачиваю данный Cadillac. Мне кажется все реалистично. Если вам будет интересно. И я это увижу в процентном соотношении лайков. То конечно же прокачку Cadillac ждите на канале. И я понимаю что это не совсем отличная целесообразная идея. Строить Cadillac. Когда не за горами выйдет BMW 4 серии. Которая явно будет топом D класса. Но все же. Если у вас будет желание я его прокачаю. Конечно же я больше всего жду BMW. Я уже накопил и турнирки. И отложил чертежей. Сейчас чуть-чуть поиграю. Накоплю баксов. И как только выйдет бэха. Ну все. Ждите прокачку. Будем стараться загнать ее в топ. Я очень жду этот автомобиль. Так что вот. Как только разработчики дают зеленую полосу. Добавляют автомобиль в игру. Я сразу же снимаю ролик. Делаю прокачку. Ну и все будет на высшем уровне. По красоте. А пока я там дофурычиваю внешку Кадиллака. Хотел бы вас попросить. Проявить актив под последними роликами. Потому что просмотры вообще не радуют. Они слишком упали. Не знаю с чем это связано. Из-за того что я не часто снимаю контент. Или вас он уже не так интересует. Как интересовал раньше. Конечно же если у вас есть какие-то предложения. Как улучшить контент. Оставляйте их в комментариях. Я их обязательно прочту и учту. Но в свои оправдания скажу. Что сейчас учеба. Прям не дает покоя. Так сказать. И времени на ролики. Ну практически нет. Так что вот пока что с контентом туго. Но я постараюсь в ближайшее время снимать чуть больше УГ. Если увижу что вы даете обратную реакцию. Ну и теперь возвращаясь к Кадиллаку. Вот таким Кадиллак я хочу видеть у себя на аккаунте. При прокачке. Хотелось бы еще накинуть на него мигалочки. И сделать какой-то полицейский винил. И вот это вот сочетание мне кажется идеальным. Так что напоминаю 100 лайков и Кадиллак будет прокачан. В общем такой ролик получился. Свое мнение о Кадиллаке я высказал. Всем еще раз спасибо за просмотр. Не забывайте о лайке, о подписке. С вами был как всегда Дифи. Всем пока-пока.